Вчера в девятом часу вечера в реанимации 23-й горбольницы, так и не вернувшись в сознание после ножевых и огнестрельного ранений, умер 34-летний Александр Кукушкин, который в минувший понедельник в полдень на 30-градусной жаре бухал на лавке в сквере возле железнодорожного вокзала с тремя местными алкашами. Между собутыльниками случился конфликт и Кукушкин, в юности занимавшийся ножевыми боями, зарезал насмерть трех своих оппонентов. Сам получив в бою ножевое ранение. При задержании бухой Кукушкин оказал сопротивление полицейским и ППСС сделал 7 выстрелов. Одна пуля попала буйному клиенту в живот и его увезли в 23-ю лечебницу, где ему в понедельник сделали операцию и он лежал в реанимации на ИВЛе в тяжелом состоянии под охраной полиции. Следователи ждали, когда Кукушкин придет в сознание, чтобы его, значит, допросить и узнать причину массовой бойни, а врачи с прогнозами на выздоровление особо не горячились. И, как показала практика, не напрасно. Спустя двое суток после тройного убийства киллер встретился со своими жертвами. Где именно, никто из людей не знает, да и не может знать. Рай давно затоплен всемирным потопом и не восстановлен. Ад давно разрушен Иисусом Христом при воскресении. Воистину при воскресении. Так что, куда попадают в данный исторический период грешные человеческие души, знает только сам создатель реальности. В связи со смертью Александра Кукушкина, который стал звездой информационных полей на этой неделе, естественно, все уголовные дела, возбужденные против него, будут закрыты. Это касается и дела по тройному убийству, в рамках которого ему вменялись две статьи УК. 105-е убийство и 317-е посягательство на жизнь полицейского. И дело по избиению человека на пилораме в Ривде 5 марта этого года. За что Кукушкину полицейские вменили 119-ю УК угроза убийством. Вчера мы рассказывали, что у киллера Кукушкина были проблемы с психикой. Ну, видимо, на почве пьянства. За двое суток до резни у него срывало крышу, и он даже ходил к психиатру, но тот не помог, а посоветовал поработать на огороде. И возникал вопрос, будет Кукушкин за тройное убийство сидеть или же лежать в дурке? Вчера вечером этот вопрос исчерпал себя. Будет лежать, но не в дурдоме, а в сырой земле. И наиболее гуманистически настроенные люди скажут, что это лучший расклад для всех нас. Дело в том, что за тройное убийство и за нападение на полицейского Кукушкину суд мог выписать пожизненное заточение. И скорее всего не в общей режимной зоне, а в колонии особого режима, где зэки не работают, пользу обществу не приносят, просто сидят на шее налогоплательщиков. И знающие люди уверяют, что содержать такие зоны с такими лютыми злодеями очень дорого. Все это влетает в бюджету в копеечку, да не одну. А молодой еще Кукушкин сидеть мог очень долго. Так что умирая, такие преступники чуть-чуть облегчают жизнь всем законопослушным гражданам.